МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости нашего города в студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. Быть ли слиянию? Объединят ли Ямал, Югру и Тюменскую область в один субъект? Новых налогов не будет. Премьер выступил с очередным заявлением. И змеи в ноябрьский житель города наткнулся на гадюку. Тюменская дума ушла на летние каникулы. О том, сколько и какие законы и постановления были приняты парламентариями Тюменской областной думы за прошедший рабочий год, можно написать книгу. И все эти решения направлены во благо жителей трех регионов. Янаух, Мао и Юго-Тюменской области. Так говорит депутат Тюменской думы, начальник департамента регионального развития компании «Газпромнефть» Сергей Белкий. Однако на последнем заседании депутаты приняли, пожалуй, судьбоносное решение для всех трех регионов. Подробности в первом материале выпуска. Речь идет о продлении трехстороннего соглашения между органами государственной власти Тюменской области, Хантамансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. И самое главное, по мнению депутата Белкея, это то, что подписание документа, наконец, ставит точку в бесполезных разговорах о том, будут или не будут три субъекта федерации объединены в одну большую Тюменскую область. У нас есть три субъекта федерации – Ямало-Ненецкий автономный округ, Юг Тюменской области и Хантамансийский автономный округ. Так вот, это соглашение сказало всем о том, что как были три субъекта, так и будут три субъекта со своими бюджетами, со своими губернаторами и со своими, так скажем, стратегическими направлениями развития региона. Вот, как бы, наверное, это самое-самое основное и одно из самых основных решений, которое приняла Тюменская областная дума на своем последнем заседании. Главами регионов соглашение было подписано в конце июня, а срок окончания его действия с 2015 года перенесен на последний день 2020-го. По словам Сергея Белке, это очень важно, так как новая дата, учитывая плановый характер экономики, регионам дает возможность более детально и на более долгий срок планировать свое развитие и взаимодействие. И в первую очередь, конечно, развивать программу сотрудничества, которая как раз и действует в рамках трехстороннего соглашения и принять участие в которой рассчитывают многие ямальцы. В целом, те направления, которые и ранее закладывались в данную программу сотрудничества, это и социальная сфера, и здравоохранение, и строительство жилья, и строительство дорог, это все остается, остается неизменно. То, что мы планировали ранее, сегодня реализуется и дается новый вектор, ну дальнейший вектор на развитие данных направлений. Оксана Балун, Ирина Потехина, Александр Иванов, новости нашего города. В ближайшие три года в России не ожидается никаких новых налогов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Премьер напомнил, что недавно Кабмин одобрил основные направления налоговой политики на 2014-2016 годы. В этот трехлетний период никаких существенных изменений в структуре налоговой системы не предусматривается, так же, как новых налогов. Цитируют Медведева и Тартас. Ямальские должники смогут проконсультироваться. Завтра в округе откроется горячая линия, организованная Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ямалу. На вопросы позвонивших ответит начальник отдела организации работы по розыску должников и их имущества Виталий Масленников. В частности, ямальцы смогут узнать нюансы относительно выезда за границу. Горячая линия будет работать с 13 июля с 14 часов до 15.30. Звонить нужно по телефону 40293, код Салихарда 349-22. Призывникам будут вручать повестки при постановке на воинский учет. Это делается для того, чтобы сократить число уклонистов от службы в армии. Новый механизм уведомления призывников разрабатывается в Генеральном штабе Вооруженных сил России. Речь идет о том, чтобы вручать повестки юношам призывного возраста в военкоматах одновременно с выдачей так называемого приписного свидетельства, когда призывник впервые становится на воинский учет в 17 лет и получает удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. 23 новых остановочных комплекса установят в этом году в ноябрьске. Еще 11 в микрорайоне Вангопуровском. Все они учитывают специфику Крайнего Севера и обладают повышенными антивандальными характеристиками, а также пригодны для использования инвалидами. Стоимость одной конструкции около 290 тысяч рублей. Работа по замене остановочных комплексов на типовые, выполненные по единому эскизу, началась в ноябрьске в прошлом году. Тогда заменили 26 остановок. Все эти работы производятся в рамках городской программы по благоустройству. Всего в ноябрьске 135 остановочных комплексов. Часть из них принадлежит предприятиям и предназначены в основном для сотрудников. Остальные находятся в аренде у предпринимателей или обслуживаются муниципалитетом. Интересный опрос провела служба исследования Headhunter. Они поинтересовались у респондентов, по какой причине их уволили с работы и в итоге составили топ-10 роковых ошибок. Чаще всего из числа опрошенных теряли свои места из-за ссоры с начальством – 31%. 18 были уволены сразу, как только до руководства дошла информация о том, что они находятся в поиске новой работы. Третий по популярности ответ – лишился работы за то, что прикрыл ошибку своего коллеги, так ответили 12% респондентов. Среди прочих роковых оплошностей называют появление на работе в нетрезвом виде, разговоры о руководстве в онлайн-месседжерах и даже интимные отношения на работе. Между тем, потребность в работниках на Ямале кратно превышает количество безработных. В регионе за предыдущую неделю было признано безработными 56 человек, из них 27 – по собственному желанию. Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения снизилась на 538 единиц. И сегодня заявленная потребность в работниках во всех муниципалитетах округа превышает количество безработных, к примеру, в Салехарде, почти в 24 раза, в Муравлинка – в 10 раз, в Ноябрьске – почти в 9 раз. Змеи в Ноябрьске. Сегодня к нам в редакцию один из жителей города принес видео, на котором запечатлена рептилия. Как рассказал молодой человек, встретился с ней он сегодня утром в Дальнем СМП и, по предположениям очевидца, на кадрах этих гадюка, к слову, единственная ядовитая змея, обитающая в нашей местности. Эта встреча для всех закончилась благополучно, никакого интереса к человеку змея не проявила. Несколько дней назад похожую, по описаниям рептилию, видели и в ближнем СМП. Напомню, в прошлом году после нападения гадюки скончался 20-летний молодой человек, к слову, тоже из поселка железнодорожников. Как рассказали в приемном отделении ЦГБ, в этом году укушенных змеями горожан еще не было. Ну а если вдруг такое случится, советы медиков. Выше укуса завязать жгут и выдавить капли крови, чтобы с ними вышел яд. Обязательно запомнить, как выглядит змея, если есть возможность, просто сфотографировать ее. И бегом в больницу. И это была завершающая информация о выпуске. Прогноз погоды через несколько секунд. А я желаю вам всего доброго. До свидания. Сеть АЗС «Газпромнефть» Надежный ориентир 13 июля в Салехарде переменная облачность. Ветер восточный до 2 метров в секунду. Температура плюс 17 градусов. Муравленко облачное. Ветер южный до 6 метров в секунду. Температура 22 градуса тепла. В ноябрьске преимущественно без осадков. Ветер южный до 5 метров в секунду. Температура плюс 22 градуса.